В этот день, 20 декабря 1699 года, Россия по указу Петра I перешла на новое летосчисление. Теперь отчет времени шел от Рождества Христова, а Новый год стали отмечать не 1 сентября, а 1 января. 20 декабря 1917 года Максим Горький в цикле статей «Несвоевременные мысли» впервые подверг критике Владимира Ленина и революцию. 20 декабря 1919 года был принят декрет о запрещении на территории РСФСР производства и продажи спиртсодержащих веществ. 20 декабря 1935 года в Москве открылась гостиница «Москва». В этот день, 20 декабря, родились Мария Скобцова, русская поэтесса, монахиня. Эмигрировав во Францию, она открыла там благотворительную организацию помощи русским православным отделам. Погибла в газовой камере Робинсбрюка за неделю до освобождения концлагеря Красной Армии. Химик Алексей Баландин, основатель научной школы в области катализа. Такие люди, как академик Баландин, редко становятся широко известными. Они не ищут популярности. Их научная работа многим кажется слишком сложной и непонятной. Но это вряд ли справедливо. Алексей Александрович не просто внес огромный вклад в науку. Сделал большой шаг в получении искусственного каучука, когда это было так нужно родине. Основал целую школу в области катализа. Как педагог взрастил 69 кандидатов наук и 18 докторов и профессоров. Еще примечателен его пример жизни, личного мужества и благородства. Баландина известная в Сибири фамилия. Родители будущего ученого были из тех людей, которые, родившись в российской глубинке, буквально посредине тайги, выбились в большие люди. Отец стал известным промышленником, мать училась в Сарбоне и работала в институте Пастера. Сам Алексей с детства тянулся к науке, окончил гимназию с золотой медалью, а потом пришли революционные годы. Жизнь круто поменялась. Наверняка семейная история сильно скажется на карьере Баландина. Спокойно, беспроблемно работать в СССР сын капиталиста не мог. Но до поры он был очень нужен, полезен новой власти, как специалист. Диплом защищал у великого Зелинского, изобретателя противогаза и классико-каталитической химии. Баландин и продолжит его дело. В 1929 году молодого ученого, знавшего, кстати, шесть языков, направят на год учебы за границей, в Германии и Франции. Редкое поощрение, которое окупится десятками научных работ, Менделеевской, потом Сталинской, премиями. И вот как гром средь ясного неба. Летом 1936 года Баландина по надуманному обвинению арестовали. Он отказался, подписывая всякие обвинения, он держался твердо, и за него, редкое дело, вступился целый сон коллег. Академик Бах. За все время моего знакомства с Баландиным я от него не слышал ничего, что могло бы дать повод усомниться в его лояльности по отношению к советской власти. Учитель Зелинский. «Я совершенно уверен в том, что Баландин не мог совершить какого-либо поступка, который был бы политически несовместим со всем строем социалистического строительства. Слабое здоровье этого выдающегося молодого ученого требует к себе бережного отношения, так как нельзя допустить, чтобы союз наш и наша советская наука потеряли столь ценного человека». Несколько лет ученый пробыл в Оренбургской ссылке, наконец его вернули в столицу. Баландин продолжил активную работу, трудился он без устали, но в конце 40-х он был репрессирован снова по резонансному и абсолютно лживому красноярскому делу, мол, есть в науке те, кто скрыли от родины какие-то несметные месторождения урана в Сибири. Среди них Баландин. Новое исключение было еще более тяжелым. Оно проходило в Нориль-Лаге. Несколько лет ученый с мировым именем занимался черной работой, жил в бараке с уголовниками. Кстати, как и прежде, обвинений он не подписал и никого не оговорил и не сломался в жесточайших лагерных условиях. После смерти Сталина Баландина срочно реабилитировали и вызвали в Москву. В общей сложности он провел в неволе 7 лет. Вот такие испытания выпали на долю этого человека. Но он не сломался, не ожесточился. Лично и в соавторстве написал за жизнь примерно 1200 научных работ. Но здоровье великого ученого было подорвано заключением. Он умер на 1969 году жизни. Упокоили академика на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова